Ребята, кто поставит лайк под этим видосом, тот поставит лайк под этим видосом, а кто не поставит, но всё же лучше поставить. Блядь, страшно включать на самом деле это видео, но давайте попробуем. Ёб твою мать. Всем доброе утро, ребята! Да, доброе утро, несмотря на то, что сейчас на часах 10 часов. Да, именно вот в такое время я сейчас просыпаюсь. Ну и в общем-то, всем здрасте, с вами я, PandaFX, и сегодня будем заниматься странными делами. В последнее время всё чаще и чаще фиферы стали уходить в TikTok, и о существовании некоторых фиферов на этой платформе я узнал совсем недавно. И сегодня вместе с вами я хотел бы зайти на эту прекрасную платформу и немного половить кринжа, или как там правильно по-модному это говорится. Да, самое удивительное, что я тоже есть в TikTok, и как вы можете заметить, мне тут успели два ролика забанить. Так что не только YouTube не любит меня, удалено за нарушение правил сообщества. 2-2-8 лайков зато. Я вам говорил, что это число меня преследует. Также у меня тут залит какой-то позорный видос. 5 тысяч лайков, 64 тысячи просмотров, которые я делал на похмельную голову. Ну, в общем, стыдоба какая-то. Также у меня тут завирусился ролик с Генчиком Миллером, который прокрутил голову и собрал 30 тысяч лайков. И почти полмиллиона просмотров. Ну, и недавно также я залил беготню с котиками, которая вообще ничего не набрала. Вот вам, собственно, и делайте качественный контент на этой платформе. Записал какое-то говно, собрало лайки и просмотра. Заморочился, записал ролик с котиками и вообще нихера не собрал. Поэтому, ребята, если вы меня смотрите и хотите поддержать, перейдите по ссылочке в описании и подпишитесь на мой TikTok. В общем-то, это был краткий курс именно по моему TikTok. И прежде чем мы продолжим, естественно, напомню о своих спонсорах, это компания OneX. OneX, высокие коэффициенты, моментальные выплаты и множество спортивных дисциплин. Футбольчика нет, но вы помните, что на сайте есть разделы с киберспортом и с различными играми, где вы можете заработать баблица. Промокод на экране, ссылочка в загруженном комментарии. Так, ну и, в общем-то, давайте смотреть в поисковике, кто же из фиферов у нас есть в TikTok. Кефир. Давайте просто так вобьем и вряд ли Серега будет. Зная Серегу, он такой хернёй заниматься не будет. Так, я знаю, что есть Рома Рой и давайте первой жертвой наших, так скажем, обзоров будет именно он. Так, 26 тысяч подписчиков и, собственно, давайте смотреть его ролики. Самый первый ролик Рома Рой залитый в TikTok. Хорошо, красиво. Так, тут Рома просто набивает, делает радугу. Тоже красиво, тут не доебёшься. Я не умею делать радугу, например. Да я даже чеканец пять раз не умею, о чём я говорю, поэтому, да, это круто. Так, следующий ролик. Рома Рой, я вижу, занимается пока что тем же, чем он занимается на Ютюбе. В принципе, записывает ролики футбольного плана. А вот это вот немного... Ой, блядь, пожалуйста, только... Ай, блядь, только не эта песня. Молю вас, пожалуйста, я не могу слышать эту песню. Наверняка у каждого есть подобные песни, которые закрадываются в твою голову, и ты просто никак не можешь от них избавиться. Вот это одна из таких песен. Есть денчик фломастеров в TikTok, тоже нихера себе, а вот этого я не знал. Так, ну давайте смотреть. О, вот это контент, не всё потеряно. Понятно, денчик фломастеров. Он чисто выкладывает всё то, что выкладывает у себя в историях в Инстаграме. Так, а в чём магия? Подождите, я не понял. Так, Рома затягивает кальян. В чём прикол? Бля, нихуя не понял. Бля, кефир с какими-то детьми танцует. Что за арт-хаусная вечеринка, блядь? Ну посмотрите, какая красота. Так, ладно, давайте переберёмся к следующему кефиру. Так, Эльхан. Также есть в TikTok. Итоки, у него идут довольно-таки неплохо. 52 тысячи подписчиков. Ну, Элл чисто финтами берёт, всё красиво, круто, классно. Так, о, подождите, вот сейчас может быть смешно. Когда Амкал заработал пенальти? Блатов. Вот что? Я ничего не понимаю. Вот что? Я вот сейчас посмотрел вот это вот... Как это правильно назвать? Скетч? Ролик? Просто хуй. Я ничего не понял. Типа, Эльхан такой, когда Амкал заработал пенальти. Он типа такой, можно мне? Можно мне? Блатов. Ну типа, поэтому пародирует Блатова. Типа, да, я готов ударить. По идее, должна была какая-то шутка проследовать. Но я нихера не понял. Он типа просто показал эмоции игроков Амкала. И вот зачастую, вот я листаю ТикТок, и большинство роликов, которые я вижу, вот такого вот формата. Типа, я смотрю и такой... И чё? Короче, я в принципе понял, как работает ТикТок. Чем проще ты подаешь информацию, или чем тупее, блядь, я не знаю, если уж грубо выражаться, тем круче это заходит по просмотрам. Если сравнивать вот этот вот ролик с остальными, ну посмотрите, по 20, по 30 тысяч. А тут просто, ну, на камеру чуть-чуть покрывлялся, и всё, и всё круто. Блядь, всё равно мне этот скетч не даёт покоя. Ладно, всё, вливаем с аккаунта Эльхана, едем куда-нибудь дальше. Женя Спириков. Ну, давайте смотреть. 433 тысячи просмотров. Это, наверное, что-то крутое должно быть. Ну, круто, не доебёшься. Я так не умею лайк поставлю. Так, ну, естественно, крутые сэвы Жени Спирикова. Он так прыгает, летает, отражает мячи. А есть подобный ролик, где он пропускает так же красиво мячи. Бюджет на карантине очень важен. Начинается, как какая-то социальная реклама, знаете. Типа, жила-была девушка, потом она послала нахуй мужика, потом мужик стал богатым, и она вернулась к ним. Ну, короче, вы поняли. Я что-то потерял нить повествования. Так, подождите. Ещё, мне ещё раз нужно пересмотреть. Чтобы понять некоторые ролики в ТикТоке, нужно несколько раз их пересматривать. Его девушка что-то покупает. Он услышал, что зазвенел телефон и решил тем самым предотвратить роковую покупку. Я всё правильно понял, да? На этот раз я допёр, надеюсь. Это был душевный ролик. Не дайбёшься. Афидос есть в ТикТоке? Так, Спирич на него не подписан, если он даже есть. Но подписан на меня. Так, ладно, едем дальше. Есть Гурич. У него тут ничего интересного, наверное, не будет. Всего лишь там футбольные голы. Там вот это всё понимаете, да. Блин, зашёл поржать, а тут все такие серьёзные. Так, Игорь Олейник. Ну, у него тоже всё понятно. Максимально серьёзно. Там финтюльки, все дела. Так, ну, давайте смотреть. Артемий Форзорезор. 26 тысяч просмотров. Первый ролик в ТикТоке. Я битч. Большая голова. Очень интересно. Так, ну, давайте. Я надеюсь, что что-то смешное произойдёт в конце. Стаса показали. Как бы не надорвать свой живот. Всё, реально всё. Это всё. Он просто трясёт головой за таким контентом будущее. 4 тысячи лайков. Бля, подождите. Чтобы вы понимали, под его последним роликом 3,5 тысячи лайков. Второй ролик в ТикТоке Артемий Форзорезора, который набрал 282 тысячи просмотров. Это на очень много. Больше, чем его среднестатистический ролик на Ютабе. Так, ну, давайте смотреть. Артемий идёт. Такой веселой походкой. Пьёт водяру. Ну, похмелился с утра. Всё, понимаем, сколько тяжело. Так, пасеки. Ударики. Дриблинг. Так, и в конце должно быть смешно. Скорость, по мнению Германа. Ну да, на самом деле, это довольно-таки актуальная тема. Я никогда не понимал, почему Форзора считают быстрым. Типа, на поле это не так сильно заметно. Если он даже с места как-то быстро дёргается. Вот, допустим, взять Чужого. Взять Альхана. Вот они действительно быстрые. А вот почему Форзу считают быстрыми АХЗ? Самое забавное, что на Артёма подписано 18 тысяч. При такой стате. Как такое получается, я не могу понять. Но тут хотя бы хоть какой-то посыл есть, нежели вот большая голова. А-ля, блядь, польский школьник. Так, ну и последний ролик в ТикТоке от Артемия. Меня никто никогда не верил. Говорили, что... Блядь, охуенно, чувак. Так всё видно, блядь. Что теперь скажете хейторы? Охуенно. Не, вот это смешно. Чисто как бы с фотошопа можно улыбнуться. Это хорошая работа. Я даже немного прослезился. Так, ребята, я посмотрел, что Фидос есть в ТикТоке, но почему-то спирич на него не подписан. Как правильно открывать двери во время коронавируса? Членом. А, мечом. Блядь, ну членом было бы смешнее, согласитесь. Ах, Фидос, Фидос, не дожал немного. Ну и самое популярное видео в ТикТоке у Фидоса. Давайте посмотрим, что же здесь произойдёт. Блядь, ну смешнее было, если бы они упали, и Фидос в газон не балом бы такой воткнулся. Ой-ой-ой, Саня Фифа, он тоже есть в ТикТоке. Боже мой, ебать, сколько у него рот. Саня Фифа, новая личность открыта. Саня ТикТокерович. Блядь, трое мужиков зажимаются, чё-то. Блядь, страшно включать на самом деле это видео. Ну давайте попробуем. Случайно зашёл в гей-клуб. Блядь, вабон, это куда ты, блядь? Блядь, это просто шедевр. Ну это 10 из 10, чуваки, тут не доебёшься, блядь. Всегда, когда случайно захожу в гей-клуб, у меня такое же лицо, блядь. Так, 63 тысячи. Русичка, сейчас будет слованный диктант. Готовы? Да, готовы. Ну, чуть-чуть смешно было. 222 тысячи просмотров. Нихуя себе, Саня ТикТокерович. Дела-то в гору у него идут, я смотрю. Так, 18 лет познакомился с красивой девушкой. Она позвала к себе посмотреть кино. А сколько тебе лет? Она, 15. Хм, надо пожумать. Ёб твою мать. Так, 149 тысяч просмотров. Похожу мимо шаурмечной. Мясо на вертеле. Фильм начала просто отдыхать с этими переворотами. Так, пранк вышел из-под контроля. Это кто, его мужчина? Ну, ладно, это тоже было чуть-чуть смешно. Так, Саня Фифа готовится к четвертому сезону Амкала. Что-то Герман танцует. Саня Фифа заглядывает в холодильник. Ёб твою мать, какой же ты страшный, Саня Фифа. Бля, что происходит? Я никогда не понимаю. А, это типа было фаст разоблачение на Германа. Типа, на самом деле все не так, блядь. Пиздит Герман этот ваш. Понятно. Ну, слушайте, забавно и тиктоки делать Саня Фифа. Я даже подпишусь на него. Конечно, я чувствую себя немного отсталым, но, в принципе, не страшно. Ну, и давайте перейдем к королю тиктока. Герман Оль Классик. Давайте сразу посмотрим, какой самый высоко просматриваемый. Так, 616. Вот самый крутой. 616 тысяч. Бля, как просто быть популярным в тиктоке. Я сейчас смотрю это видео, но это же просто. Ты взял и задом наперед записал видосы и все. И 616 тысяч. 70 тысяч человек. Это же просто ебанись. Как вообще работает вот эта платформа, она вообще уму непостижима. Чего не могут игроки Амкала? 77 тысяч лайков. Ждан забить гол. Миллер добраться до тренировки. Фор заиграть под номером 7. Соки все было стать игроком Амкала. И Герман начать нормально шутить. Ну ладно, чуть-чуть забавно было. Бля, я не могу понять, они с Жданом живут, что ли? В каждом втором тиктоке он встречается. И с хуя ли он танцует на дороге, блядь? Целание FIFA готовится к 4 сезону Амкала. Ну мы это видели, да. У них была коллаборация с Саньком. Герман, мне кажется, немного облажался с таймингом. То есть, по идее, все должно было быть, наверное, быстро. А он, типа, ждал такое какое-то время. И, видимо, кто-то ему команду старт позднюю давал. Наверное, тот же Ждан. Но идеально понятно. Блядь, да отебиться от Сани FIFA. Он уже не жрет давно, блядь. Чего доебались до него? Так, ну что я могу сказать? Я посмотрел абсолютно все тиктоки фиферов. И давайте подведем промежуточный итог, так скажем. Самый смешной тикток из всех фиферов, которые я посмотрел. Это тиктоки у Сани FIFA. Да, у него немного такой, умственно, отсталый юмор. Ну, то и цепляет. Блядь, Ливандовский в тиктоке есть. Ё-твою мать. Это ж можно сделать ролик футболисты в тикток. Ребята, давайте наберем лайки. 20 тысяч лайков. Я много его не прошу. И сделаю вторую часть по футболистам. Может быть, у них более интересный контент, блядь. Контент будет, сука. 7 миллионов, Герман, куда ты со своими, там, полулявами просмотров тикток? А что он тут делает? Он просто крутит педали. Бать, просто крутит педали. Я ваху.